В общем, короче, я о чём подумал. Я тут клановые воины постоянно играю. Вот, играю, играю. Я тут, как бы, в прошлом 9.7 был мой любимый танчик. Был, был. А у меня на нём нет трёх отметок. Хотя, чтобы сделать на нём три отметки, надо 5.200 держать. 5.200 вообще-то. Это немало. Но ничего. Зритель пишет. Смирствились. Зашёл, глянул 907-го Корбана. Плюс-минус та же сельдух, что и у тебя. Но при этом лишь анскил, а Корбан читает скилл, он забавно. Да, это большую прикол, чёл. По поводу анскил. Понимаешь, ещё разница в том, что я же себе сам, как говорится, пизделей даю всё время на стримах. Вот. Это как есть полевые командиры. Вот хороший пример на естествах полевых командиров. Вот есть полевой командир какой-то, он поливает говном бойцов своих. Вот. Из-за этого у людей создаётся впечатление, например, обманчивая, что он такой крутой, а бойцы у него говно. И если бойцы будут нормальные, да, типа, то он будет вообще тащить люто. Но это не так. Вот. Как на самом деле. А есть, например, флагер, который и себя может говном палить, и других, понятно, палить, и от своих получить, и сам надавать. Вот. И смысл в том, что у некоторых складывается впечатление, что вот этот полевой слабый, а вот этот сильный, например. И всё. И то же самое. Если на стриме я буду говорить, какое классно клёвый, постепенно яйца такое, понятно, соберётся, которые там, ну, будет считать тебя клёвым, классным и крутым. Вот. И критики будет минимально. И наоборот. То есть на игру здесь ещё от подачи сильно зависть, зависит. Тем более, ну, не боюсь я там играть, например, против кого-нибудь не едино там устроить какой-нибудь пвп. Встрал ему в нуле, ну, и не чувствую посражался. Так и бывает. Вот. Поэтому здесь ещё этот. Играть турниры, например, где реально скилованные чуваки играть. Реально скилованные. Не просто там какие-то псевдочи. Грамотный водитель перед тем, как купить себе автомобиль и берёт его на тест-драйв. Теперь такое можно и в World of Tanks. Заходя на площадку Code for Game, ты можешь оценить танк перед покупкой, взяв его в аренду. Каждый день на витрине появляются эксклюзивные премиум-танки, которых нет даже в премиум-магазине. Экономь до 99% стоимости, оплачивая бонусами от Сбербанка и ВТБ. Широкий выбор пакетов с игровым золотом и премиум-аккаунтом. Хочешь быстро прокачать новую имбу? Приобретай уже недельные пакеты ускоренной прокачки ветки танков, а также Х5 за победу в боях. Кастомизируй свою тачку различными 2D и редкими 3D стилями. Забирай то, что тебе нужно на Code for Game. Ссылка в описании. Охренеть. А не он с другом, Блэд. Он с другом здесь стоит, отдыхает. О, я еще возьму под свет, да? Да кого это? Да как хорошо, что он на меня хер забил. О, я еще не знаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, поехал. Сразу возьми сколько не надо сына. Жестко воспитываешь. Да ничего жесткого нет, чел. Он занимается двумя видами спорта. Он живет в хорошей, ну понятно она съемная, но все равно живет в хорошей квартире. Нормально одевается. У него есть, он с друзьями время правой, там играя в футбол, посещает разные мероприятия, ездит, отдыхает на море, ездит на родину регулярно. Вот. Видит там бабушку, дедушку. Батуты, картинги и все остальное, ну там, развлечения всякие присутствуют в жизни регулярно. Ребенок ни в чем не нуждается. У него в лагере летом ездил. На море несколько, два-три раз в год ездит. Все у него в жизни замечательно. Да я че о чем? Какое жесткое воспитание-то еще? Дима, нормально сказал, но это сына. А подошла бы доченька, ты бы сказал, сам зарабатывай. Мне нравится у меня сына, дочка, я бы деньги не давал. И не буду давать, и не планирую давать, и не собираюсь покупать ни квартиры. И не машина, ничего такого. Все будет сами в состоянии заработать. Понимаешь, как можно взять у ребенка и украсть вот этот период становления и мотивации всего добиться самому? Как можно взять и украсть все ему купить? Ну это же бред полный. Это просто, я не знаю, я слишком, как говорится, хорошо к нему отношусь, чтобы взять у нее и забрать этот период жизни. Где он будет пытаться добиваться с какой-то личностью, развиваться, учиться на своих ошибках и потом получать желаемое, и от этого кайфовать больше. Как он может от чего-то кайфовать, как он может потом, заработав на машину, себе сам кайфануть, если она у него будет, например, в 18 лет. К примеру, да? Ну вот так вот. Я знаю, во сколько. Но раньше мог, конечно, купить, но купил себе в 28 лет машину первую, и я кайфанул как бы. Вот, так что этот, все, сам вперед, все, задачи предоставить, все, для этого, а я подальше. Ну смотри, у меня по сути я начал стрим, я хоть у меня написано 84,39, там просто была ситуация, что оказывается я не знаю, что отметка выросла, да, я за первый бой потерял 3 или 4%, вот, потому что отметка сама все выросла. Это как на коне, я там сыграл бой и получил 3 отметки, чем я был там 90%, вот, поэтому по факту, все, почти 3, 3,5%, где-то 4% бы устанул. Нормально, еще продамажил. Охереть, я не дамаж с этим. Охереть, я не дамаж с этим. Вроде попал. Ой-ой-ой, не повезло, кстати. Вот, давайте. Вот, давайте. Вон он, лев. Прям машина. Я его когда-нибудь пробью или нет? Бля, это насколько упоротые, челы, вообще жестко. Ну хороший бой получился для меня, да? Да, получился хороший бой для меня. 5-800 урона, очень агрессивно сыграл. Тут еще кара этот и есть, ну и не хожу. АААААААААА Блин, мне вообще везёт, они меня просто не пробивают. Так. Нас две. Эй, 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 тут. Мне вообще похер, игнорит. А вот кара, это больно. Да, вообще никто не прикрой, да? Да. Ну серьёзно, что это? Блин, ты понимаешь? 85-45 ровно. Ты понимаешь, а где эти ослоёбы? Вот. Где эти два ослоёбы просто? Я не знаю, чем они заняты. Ладно, Шкода ещё может играть на КД быть, но Т-30. Ну ты серьёзно, что ли? Чё, чувак, ну выйди, ты дай этот грёбаный шот. Чё вы там стоите, дрочите вдвоём? А чё, оттого, что меня сбреют, вы потом победите, что ли? Вам легче будет? Ну я не понимаю, просто, ну у меня других слов нет. Ты поедешь, у тебя стоит за углом, просто два чувака. Т-30, Т-30 и Шкода. У одного барабан на 900 с лишним даёт он, да? Там 960 среднего, сколько у него вылетает. У другого на 750 альфа. Тут чувак, остаётся 300 хп, епись вообще в неадеквате, стоит куда-то смотрит. Куда-то вообще смотрит в прострации, он в своей жизни живёт, ему вообще не интересно, его дамаж, а он стоит там куда-то выцеливается. Вообще прекрасно, у них два долбоёба. Ты выходишь, начинаешь разбирать кого-то. У тебя, чуваки, что сделают? Откатывают назад в замок. Выходит кара, разряжает весь барабан, нахер сжёг. Скажете вы, не надо было упарываться, надо было стоять, дырочить. Да играйте сами в такую игру, где ты стоишь, настреливаешь, и у тебя ничего не происходит, кроме кнопки ЛКМ с раны. Вот, мне конечно нравилось то, что меня когда не танковали, не пробивали, мне это нравилось. Лучше бы они раньше пробивали, я тогда не упарывался. Ой, ты просто выйди, ты просто дай шот эти сраные, и тебе же легче, урон тебе же идёт. Так он меня ещё убивал, меня, потом резал меня, полгода стоял. Ну надо 85, ну чё, нормально, не, нормально сегодня на самом деле, я сколько, я получается где-то 5% сегодня бустанул. Просто я начинал 84.39, я захожу в бой, мне пишут, минус 3, минус там 4% уже. Я такой, что, ну типа, отметка за это время выросла, пока я не играл на 9.7. Ну ладно, оставим 84.39 начал, да, я с этого начал, вот так и оставим. До 85.63, 85.63 поднял. Ну ничего, тяжело будет это отметки брать, но можно будет. Ну давай посмотрим, сессия была ли у меня на 3 отметки сессия. У меня не было сессии для трёх отметок, у меня было, для средний урон 3.811, а для отметок 5000 суммарка, а надо 5.272. То есть в следующий раз надо чуть поэффективнее играть, чуть получше. Всё, на этом я буду с вами заканчивать, вот. Увидимся мы с вами когда? Завтра, да. Всё, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok